На улице минус 15, идет снег, самое время строить объездную дорогу на Молоково, чтобы в дальнейшем вырыть котлован. Так, в Красноярске начинаются активные работы по прокладке подземки. Главный подрядчик, столичная группа компаний «Моспроект-3» установила баннеры, чтобы все поняли, здесь будет метро. Кроме того, «Моспроект-3» провел часть изыскательских работ, продолжает обследование зданий, которые попадут в зону строительства, утверждена документация по планировке территорий, идет подготовка к выносу сетей. За безмалово 4 месяца с момента подписания контракта больше говорить не о чем. А объездная на Молоково будет подарком горожанам к Новому году. Сейчас там ведутся активные работы по снятию и вывозу грунта. Примерно за сутки вывозят около 800 кубометров грунта, но для понимания это более 50 КАМАЗов. Дороги там будут полноценные, по две полосы в каждом направлении, с твердым покрытием и освещением. Проект подрядчик планируют завершить до конца текущего года. А уже в следующем году начнутся сами строительные работы на улице Молокова. Зато МОЗ «Проект-3» уже получил как минимум 2 миллиарда рублей аванса из 87,5 предусмотренных контрактом. И судя по всему, основную часть работ столичная компания отдаст в СУП подряд. Сейчас она ищет исполнителя, которому обещает 64 миллиарда 200 миллионов. Зачем Краю понадобилось отдавать этот контракт без конкурса МОЗ «Проект-3», если он не собирается выполнять весь комплекс работ, неясно. Новости ТВК направили запрос в правительство Края и московскую компанию, чтобы получить ответы. Наши источники сообщают, что МОЗ «Проект-3» до сих пор не открыл представительство или офис в Красноярске, что существенно тормозит взаимодействие с заказчиком и краевыми властями. Но мы, представителей МОЗ «Проект-3» в Красноярске, нашли вот в этой газели. А вы какие работы здесь проводите? Мы площадку обустраиваем, где будут стоять полки ваши все? Ну да, будут и склады стоять, и вагончики наши стоять, и БК будет. Это вот исход на территорию РЭС. А вы прямо из Москвы приехали? Нет, я вообще местный здесь. А вас наняли, да? Субподряд? Нет, как бы я работаю в МОЗ «Проекте». То есть у нас здесь местные работают, часть-часть приезжие. МОЗ «Проект-3» вообще-то организация серьезная. Она взялась за строительство метро сразу в трех городах. Красноярске, Челябинске и Нижнем Новгороде. А кроме того, продолжает строить метро «Московская». Ранее эту группу компаний фактически контролировал Марат Хуснулин, когда работал заместителем мэра столицы. Теперь он вице-премьер правительства России. Именно Хуснулин критиковал прежний проект метро, разработанный компанией «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя. В итоге последнего обвинили в хищении денег, выделенных на проектирование подземки. И у края появился новый подрядчик. Вот что Хуснулин говорил президенту весной прошлого года. Начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют. Уже договорился отправить своих проектировок. Считаю, что 100 миллиардов заявленная сумма достаточно большая. Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное. Новая попытка построить в Красноярске метро интересна еще и тем, что работы начинаются без готового проекта. Как при этом определены сроки окончания работы, главная сумма контракта 87 миллиардов – большой вопрос. Впрочем, краевое руководство уверено, что подготовка к строительству подземки идет по графику, темпы хорошие. Люди внимательно следят за тем, как идут подготовительные работы. Их интересует, когда начнется основная стройка метро. Сейчас ведется большая, возможно, незаметная для большинства людей работа по подготовке к запуску строительства нашего метро. Красноярский край оперативно реагирует на запросы подрядчика. Такого же ответственного подхода мы ждем от всех участников процесса. По предварительному графику, первую линию метро в Красноярске обещают открыть летом 2026 года. Впрочем, красноярцам уже столько раз обещали подземку, называли конкретные сроки и, кажется, будет абсолютным чудом, если в этот раз строители не подведут. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова